Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Светлана Витальевна Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова. Светлана Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Студия по-прежнему Александра Асохина и Светлана Занько. По-прежнему работает опрос на сайте хакеров.коро в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашиваем у вас, где вы проведете майские праздники. И на сайте я отвечаю за сайт, Саша отвечает за ВКонтакте. Вот я, Саша, посчитала на сайте, получается, что за пределами региона и на даче время проведут 30%, а 70% в городе, где бы они ни были, дома, на работе, просто в городе. Ну, дома тогда хорошо, 15%. Сколько процентов живет за городом горожан? Ну, понятно, что не так много. Там, да, в сторону Порошина не очень много. ВКонтакте на первом месте дома 33%, за пределами региона 11% и на даче около 22%. Ну, вот все-таки большая часть людей, больше половины будут в городе. И понятное дело, что там будут не только рабочие дни, но и праздничные. И ясно, что захочется, это любимые праздники. Мне кажется, после Нового года это любимое времяпрепровождение, майские праздники, потому что снег сходит, солнце выглядывает, что-то там какие-то цветочки пробиваются. Много выходных сразу же. Много выходных, хочется радости. И вот где она и какая случится эта радость в майские праздники, мы как раз сегодня хотим рассказать, что часто жалуются. В том числе мои родители жалуются, что что же такое, нам не рассказали, мы не знали и так далее. Мы сейчас вам все расскажем, слушайте внимательно. Итак, у нас прибирается к нам плавно 1 мая. В моем, конечно, в моих воспоминаниях, которые в подкорку уже въелись, 1 мая – это очень солнечный, яркий праздник. Все еще вспоминаю демонстрации, веточки с бумажными цветами и шарики. А 2 мая, у меня день рождения, это был раньше всегда выходной, и сейчас нет. Я на дачу не уеду по традиции. Но, тем не менее, вот три дня – суббота, воскресенье, понедельник, 1 мая. Это уже как бы праздник большой. Что нас ожидает в 1 мае? Действительно, 1 мая – понедельник, один день. Соответственно, мероприятия, о которых мы говорим, они больше просто весенние. И 29 апреля, если мы говорим о субботе, у нас мероприятий в городе очень много. Крупное, большое мероприятие на территории парка Кирова и Октябрьского проспекта – это мероприятие открытия туристического сезона. Я думаю, что все категории людей, все категории горожан найдут там точно свой интерес. Это и выставки, продажи изделий наших народных умельцев. Это и сцена, на которой будут играть артисты, в том числе приезжие артисты. Кроме этого, ну, понятно, работает колесо, и те, кто еще не успел на нем прокатиться, они могут прокатиться. Кроме этого, байкеры начинают и открывают тоже свой сезон. Они все-таки решились, несмотря на погодные условия. Да. И байкерских мероприятий даже два. То есть они будут и на Октябрьском проспекте, можно будет посмотреть, и на театральной площади у самого нашего опорного университета будет мероприятие, которое называется «Студбайк». Вот на театральной площади, помимо ярмарки традиционной, которая есть, то есть люди у нас очень любят ходить на ярмарку, покупать продукты. В этом году ярмарка, вернее, уже в это время как раз связана с садом, огородом. Здесь можно будет купить. Очень много заявилось предприятий, организаций, которые готовы нашим горожанам предоставить свои товары и услуги. Там питомники будут со своими саженцами? Питомники, да, абсолютно верно. То есть это то время как раз, когда востребованы именно рассада, деревья и инвентарь всевозможный, садово-огородный. То есть это все можно будет приобрести на ярмарке. И в то же время студенты всех участников ярмарки приглашают посмотреть и на студентов творческих, занимающихся здоровым образом жизни, и посмотреть, пофотографироваться с уникальными байками. И байкеры могут рассказать о своей увлеченности этим. То есть здесь у первого корпуса будут выставлены также эти мотоциклы. Вот 29-го такой студенческо-туристический день будет в этом году. Студенческо-туристический байкерский день. На Октябрьском проспекте там будет мотопробег. Да, мотопробег он будет по Октябрьскому проспекту самому, но точка, где они остановятся и где можно это все посмотреть и потрогать, это напротив как раз цирка на Октябрьском проспекте. А вот хотелось бы уточнить, какие приезжие гости будут выступать на сцене. Есть у нас какой-то список музыкальных коллективов или что там, театральные постановки будут? Музыкальные коллективы, которые приглашают Центр туризма наш, они являются организаторами этого мероприятия. Информация, которая есть, это группы из Перми. Поэтому, наверное, есть смысл уточнить чуть ближе. Мы сейчас посмотрим на сайте. Или на сайте. Музыкальный батл, если не ошибаюсь, там будет как раз между коллективами города Кирова и Перми. Да. Хотелось узнать также по поводу театральной площади, мероприятия, что 29-го, что в дальнейшие дни. Все мы знаем, что сейчас сцены нет. Где будут проводиться и все-таки что со сценой? Ну, совсем недавно была очень большая пресс-конференция, где были все СМИ и эту тему управление культурой докладывало. Мероприятия сами студенческие, они будут проводиться на сцене, которое есть у ВУЗа. Это небольшая сцена монтируемая. То есть они сами будут выставлять эту сцену? Да, да, да. Они всегда с ней работают. Это из года в год мероприятие понятное. Сама сцена на сегодняшний день. Ну, я не знаю, всю историю снова рассказать? Или когда она появится? Ну, ожидалось, что к 9-му. Нет, чушень про нее рассказывается. К 9-му мая ожидалось, что она появится. Да. И управление культурой рассказывало о том, что по 44-му закону еще в конце февраля, в начале марта мы выставили на торги этот лот для того, чтобы построить сцену. И в результате подрядчик, который захотел зайти, опустил ее в два раза. После чего, когда он приехал, и мы стали проговаривать условия, техническое задание, ну, стало абсолютно понятно нам, и ему в том числе, о том, что за тот период, за те цены он не сможет сделать эту работу. И договор расторгли. Сразу же, как и заключили. После этого нам пришлось снова работать по объявлению торгов. Поэтому сейчас мы снова отдаем в работу документацию техническую. Есть необходимость, наверное, ее еще дополнительно усилить, усовершенствовать с той точки зрения, потому что заявилось очень много подрядных организаций, в том числе организации, которые делали какие-то просто металлоконструкции. Мы, конечно, хотим, чтобы это была организация лицензированная, у которой есть уже опыт, может быть, в других регионах постройки подобных сооружений. И первоначально, когда мы изучали этот опыт, мы нашли пять организаций с лицензией на этот вид деятельности, которым и делали предложение поучаствовать в нашем конкурсе. Их было пять, но заявились не все, но, к несчастью, заявились еще и те люди, которые не имеют лицензии, по сути. Поэтому техническое задание мы чуть-чуть сейчас доработаем. И это будет обязательное условие наличия лицензии организаций, которые участвуют? Да, нам бы хотелось это сделать. Извиняюсь, а когда торги уже планируется провести и работы, когда планируется провести, когда появится сцена? Как и говорилось, сцена, скорее всего, появится в конце лета, поскольку сейчас мы дали подрядной организации, проектной организации сделать тот вид этой сцены, которая, собственно говоря, и будет устраивать нас всех, и чтобы никто больше не смог пройти. То есть в условии конкурса тоже будет какой-то внешний вид, который требуется городу? Ну, внешний вид мы определяли и в этом конкурсе. Там больше технических деталей, честно говоря, которые на сегодняшний день надо проектировать для того, чтобы сцена была капитальной с точки зрения того, что там ветровых нагрузок, снеговых нагрузок, и в том числе удобной для артистов. У нас всегда была проблема с тем, что артистам было негде переодеваться, простите, негде сходить в туалет и так далее. Мы хотим, чтобы это была максимально удобная сцена с гримерками, где артисты могли выходить на сцену, уходить обратно, и это было всем удобно и комфортно. Какие мероприятия ожидают нас в майские праздники, говорим мы сейчас с заместителем главы администрации города Светланой Шумайловой и продолжим говорить буквально через полминуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова, в гостях нашей программы. Мы рассказываем вам, слушатели, о программе на майские праздники в Кирове. Слушайте внимательно, тем более, что мы понимаем, согласно нашему голосованию, мы видим, что практически более 50, а на сайте люди голосуют, 70% кировчан будут в городе и, конечно, хотят с пользой провести и с удовольствием это время. На 29 числе мы остановились. Кроме того, что будет байк-шоу в двух местах, это байк-пробег по Октябрьскому проспекту и на Театральной площади, будет ярмарка на Театральной площади и открытие турецкого сезона в районе цирка. Целый день, я так понимаю, будут мероприятия с музыкой, с плясками, с интересными, с возможностью фотосессии с ведущими байкерами города. Напоминаю, что у нас на мотоцикле ездит и Валентин Николаевич Пугович, и, между прочим, говорят, Марк ездит на мотоцикле. Такое ощущение, что даже его ожидали в этот раз. Это будет, мне кажется, много кто из известных жителей города ездит на байке. Можно будет это все увидеть. Сцены, мы уже поняли, до конца лета у нас не будет. Кстати, будет интересно узнать, как 9 мая будет организовано в связи с этим, что будет играть роль сцены. Я со своей стороны хочу спросить, поскольку я с этого начала, будут ли какие-то шествия на 1 мая? А 30-е мы пропускаем, 30-е ничего не будет? 30-е фейерверк, кстати, будет в конце, в завершении всего праздника. 29-го. 29-го, да. 29-го фейерверк. Ну тогда, прежде чем к 1 мая перейти, я все-таки хочу анонсировать. Это, на мой взгляд, очень важное тоже мероприятие. Вечером в Гауди-холл будет фэйшн-найт. Я там никогда не бывала на фэйшн-найт. Видимо, я какое-то отношение к фэйшн-найт не имею. Но, значит, на этом мероприятии будет благотворительная вещь. Очень важный, на самом деле, момент. Вот там я принимаю участие. Тоже, кстати говоря, не впервые в таких мероприятиях с организацией «Дорога и добра» принимаю участие. Но вот фэйшн-найт впервые. И ребятки, которые там будут, ребята особенные, будут принимать участие в этой истории. И, собственно говоря, мне это интересно. Они пойдут по сцене, по подиуму. Я их видела, у нас была репетиция. Пойдут в футболках, на которых принты с рисунками этих же самых ребят ярких. Они очень, кстати, воодушевлены. Они, глаза горят. Они вообще впервые в таком месте. Они видят, где взрослые тусуются. Они видят эти все там софиты и прочее. И очень ждут, на самом деле, что их встретят. Они смущаются. Им, конечно, трудно очень многим. И даже у нас есть опасения, как их встретит, вот это огромное количество людей на фэйшн-найт. Надеюсь, что доброжелательно. Никто не перепугается. Но там будут разыгрываться еще, кроме того, лоты благотворительные. И если вы поучаствуете в этой истории, то наши любимые друзья и партнеры «Дорогой добра» смогут получить какие-то еще средства дополнительные на устройство своего нового дома на «Роза Люксембург». Мы об этом рассказываем каждый четверг. И про развитие организации «Дорогой добра», и про помощь ребятам, и про новый дом. Вот здесь будет конкретная возможность. 29 вечером в 7 часов там все начинается. И долго, я так понимаю, не ограничено. Но где-то в районе 8 будет благотворительное выступление, проход по подиуму и благотворительный розыгрыш лотов. Я эту информацию в наших блогах сегодня же после эфира выложу, что там будет и кто там будет. И ролики с теми людьми, которые лоты представляют, уже есть на сайте «Дорогой добра», и мы тоже будем выкладывать. Владимир Шабардин вроде. Владимир Шабардин. В полномочной по праву ребёнка. Да, Анна Альминова представляет свой лот. Персональная тренировка с Анной Альминовой. С Владимиром, по-моему, какое-то музыкальное мероприятие совместное. Как раз упомянут нами уже Вячеслав Валентин Николаевич Пугач предлагает поездку на мотоцикле, на тоже байкерскую такую историю. И там будет ещё несколько таких лотов. Есть уже комментарии в Фейсбуке с разными вопросами, что это вдруг вы тут, значит, тут Fashion Night, всякие лоты делаете, как там на федеральных каналах. Да делают, делают, и мы это делаем. Каждый четверг, напоминаю, в нашей программе День добрых дел. Да, пожалуйста. Ну и здесь тоже никто не мешает. Тем более, что детям очень понравилось. Я думаю, что это будет удачнее. Это какое число? 29-е вечер, Fashion Night и благотворительное мероприятие «Дорога и добра». Спасибо, кстати, устроителям, что сами предложили это дело. Вот это хорошо. Ты понимаешь, такие светские мероприятия, они тоже стали в сторону благотворительности смотреть. Это здорово. Потому что я приглашаю лично. Это 29-го числа. А что в нашем городе ожидается 1-го мая, непосредственно на сам 1-го мая? На 1-го мая традиционная демонстрация. Организаторы этой демонстрации – профсоюзы. Я знаю, что от их организации «Московская 10» строится большая колонна людей, тех, которые и работники профсоюза, знают, что они приглашают и всех горожан присоединиться к этой акции. И шествием по «Московской» они придут в театральной площади. И здесь у них будет не митинг, наверное, но такая торжественная акция, связанная как раз с 1-го мая, с защитой прав трудящихся. И, насколько я понимаю, это будут не только торжественные речи, а и в том числе проблемные вещи, которые они будут обозначать по защите прав работающих граждан. В Рио губернатор Игорь Васильев планирует также принять участие. И, насколько я знаю, политические партии тоже привлекаются к этому мероприятию. И на театральной площади в том числе будет концерт. Там будет оркестр выступать. Это в 9.30. У них мероприятие, если не ошибаюсь, до 11. В 10.00 начало митинга, в 9.30 начало шествия от «Московской», а в 10.00 на театралке. И в 12.00 подобным маршрутом, только от стадиона «Динамо», начинают традиционно двигаться в колонне коммунисты. Да, такая заявка есть в администрации города, она согласована. И также у них там состоится митинг. Так, подождите, мы с вами сказали про 29-й и про 1-е число, а 30-го что у нас? День отдыха? 30-го, да, день семьи. День семьи. Но, честно говоря, насколько, вот такой мой личный опрос, все равно, несмотря на все праздники, люди так соскучились по садам и огородам своим, конечно, очень многие уедут на эти три дня в сады и огороды. Поэтому мы дадим им возможность тоже поработать с любимой семьей. А какие-то мероприятия митинговые, оппозиционные, Саш, планируются? Я не знаю, на эти выходные. 29-го, если я не ошибаюсь, Вадим Ананин делает митинг, который будет проходить. Подобные митинги проходят по всей стране. Он будет называться «Надоел», и там свое недовольство. Это тоже традиционно уже практически. Да, федеральным властям. Это будет традиционно в парке Халтурина, в сквере Халтурина. Я думаю, да, наверное, больше места и нет пока что в нашем городе. Уже администрация дала разрешение на проведение мероприятий? Наверное, хотела бы еще сказать об одном мероприятии, которое выведет на улицы города очень много людей 29 числа. Это майский субботник. По крайней мере, 4 тысячи человек, желающих, мы точно знаем, которые выйдут своими организациями, предприятиями, учреждения, школы, детские сады. То есть учреждения культуры выйдут и будут прибирать наш город. Чиновники тоже участвуют в этом субботнике, насколько я знаю. Это тоже традиционно. Первые выходят чиновники, и 22-го выходили. Естественно, несмотря на погоду, это делают все. Давайте мы посмотрим, какая погода будет 29 числа. Но нам обещают все-таки дождь. И, к сожалению, 30-го тоже обещают дождь. И на 9 мая, если я не ошибаюсь, то тоже. И погода, температура около 9-12 градусов, но все-таки дождь. И я вот сегодня шла, просто вспоминая про субботник, раз уж мы про них заговорили, и видела, в каком состоянии, в общем, асфальт и тротуары. И вот мне на субботник, ну, так не хочется. Наверное, придется, потому что только 1 мая нам обещают чуть не 22 градуса и солнце, что хорошо. Но это пока сейчас обещают, что будет надо у Марата Ширыча спросить Френкеля. Он более точные прогнозы, чем Интернад дает. Но дождь пойдет и всю неделю. То есть откладывать уже некуда в субботнике. Ну, просто некуда. И так нас зима тут подвела. Так что придется, видимо, как-то надеть плащ-палатки и выйти на улицу. Ну, такой дождь, не сильный. Слегка будет накрапывать. Главное, чтобы к 9 мая было солнце. Это самая большая мечта, которая есть сейчас. Там переменная облачность обещается. Солнце, дождь и тучка, и дождь. То есть еще пока природа, мне кажется, не определилась, мы будем надеяться на лучшее. Ну что, перейдем. Я предлагаю к 9 мая, но после небольшого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Что ожидает кировчан на майские праздники в плане культурных мероприятий? Говорим мы сегодня с заместителем главы администрации города Светланой Шумайловой. И добрались потихоньку мы до 9 мая. Что ожидает нас 9 мая на театральной площади и на других площадках? Ну, всегда старт мероприятием 9 мая дает акция «Георгиевская ленточка». Она уже началась, люди уже получили. Мы знаем, что с 24 числа, а также 29, 5 мая и весь день 9 мая на площадках, в большинстве площадок нашего города будут георгиевскую ленточку наши волонтеры, студенты в основном раздавать. И 9 мая непосредственно на самом празднике? И 9-го непосредственно на театральной площади и по ходу шествия к Вечному огню. То есть эти ленточки можно будет, конечно, получить. Кроме этого, начинаются на следующей уже неделе и 3-го, и 4-го, и 5-го числа торжественные мероприятия для самих ветеранов. Это городское мероприятие в Доме культуры «Космос» и областное мероприятие в Драматическом театре. Без сомнения, самые теплые слова и все, что мы можем сказать сегодня ветеранам, все, что можем сделать для них, это на этих мероприятиях первые лица нашего города и области. Кроме этого, я бы обратила внимание до самого 9-го мая на студенческую линейку. Такая мемориальная акция называется «Студенческая линейка». Уже не первый год проходит в сквере борцам революции, как раз недалеко от Вечного огня. Студенты для себя решили, что им важно говорить об этой теме, и ежегодно проводят подобную акцию. Там есть и вузы, и СУЗы нашего города объединяются вместе. Там есть и, конечно, слова, есть и флешмоб предполагается, ну и возложение цветов к Вечному огню. Мы ждем, что к нам сможет прийти одна из блокадниц, которая сможет ребят донести лично все то, что происходило в том году. У нас тоже были уникальные ветераны, и вот те слова, которые они говорят, они, конечно, в слезах некоторые были студенты о том, как это было. Поэтому это большое мероприятие, и мы его всегда поддерживаем у студентов. Кроме этого, основные мероприятия пройдут 9 мая на Театральной площади и во всех районах нашего города. Митинги, шествия, кроме этого праздничные концерты. Давайте по программе. Во сколько все будет начинаться? На Театральной площади начало мероприятия в 10 утра. То есть торжественное прохождение войск гарнизона и кадетов начнется, как и во всей стране, в 10 часов утра. До этого мы приглашаем, конечно, чуть пораньше, чтобы можно было построиться на Театральной площади, найти то место, где удобнее смотреть, и после этого шествие, как закончится парад. Вход на Театральную площадь? Свободный, закрытый, по билетам? Вход на Театральную площадь, как и каждый год, по пригласительным. Ограничений в этих пригласительных нет. То есть мы тем людям, которые идут в бессмертный полк, во всех МФЦ выдаем эти билеты, не ограничивая. Да, соответственно, они их получают. Я знаю, что на вчерашний день было выдано 1378, по-моему, билетов. И еще сейчас можно заявляться или уже все? Без сомнения. То есть мы две недели, с 17 по 28 выдаем эти пригласительные. И кроме этого, что тоже хорошо для нас, для памяти, для будущего поколения, мы формируем базу тех людей, которые, и тех воинов, которые были на войне родственники, они их краткую информацию дают. И помогаем делать тем людям, кто не мог. То есть мы предлагаем сделать где угодно штендер, пожалуйста, в любой полиграфической организации. Но если нет никакой возможности сделать, помогаем цифровать фотографию бесплатно, естественно, абсолютно, ламинировать ее и выдаем нашим гражданам. Где это происходит? В МФЦ. Во всех МФЦ нашего города, да. Соответственно, все остальные организации, предприятия, то есть организованные учреждения, они через свои территориальные управления получили приглашение на всех, кто желает прийти на этот парад. А что касается парада, будет ли военизированная какая-то техника? В прошлые годы несколько раз такое было? Один раз, когда было 70-летие Победы, такую технику доставляли в город Киров. В этом году будет прохождение войск, как и в прошлом году. У нас есть, конечно, небольшие такие, даже не знаю, как сказать. Это, наверное, отличие от предыдущего парада. Все жители увидят это сами. Я думаю, что трогательно будет. Вы сейчас не раскроете тайны какие-то новшества? Боюсь, боюсь. Взглазить? На самом деле, мы, конечно, как обычно, ставим трибуны для наших ветеранов. На эту трибуну они приходят, их волонтеры приглашают, усаживают. И затем мы автобусами их, после того, как парад закончится, чтобы не идти в шествие, им уже это очень трудно, они едут на автобусах к Вечному огню, и там уже возлагают цветы. Город как-то будет перекрыт на этот день? Да, конечно. Я вот, чтобы не перечислять улицы, это, конечно, в основном центр. Ориентировала бы всех на сайт муниципального образования города Киров. Там есть постановление очень подробное со всеми перекрытиями улиц и со всеми мероприятиями, которые есть в нашем городе, а их огромное количество практически на всех площадках, которые только возможны. И открытых, и закрытых площадках. Это дома культуры Бахта, Русская Костина, Порошина и так далее. Весь в центре, естественно. Самые большие площадки – это сквер борцов революции. На мой взгляд, очень интересная площадка, которую делает молодежка наша. Молодежный парламент? Правительство? Нет, управление по делам молодежи, физкультуры, спорта, администрации города. Интерактивная площадка «Весна 1945-го». Работа лазерного тира, выставка современного оружия, музейно-выставочная экспозиция поисковых отрядов, спортивное единоборство, историческая реконструкция, выставка фотографий. Очень много анимационных вещей, то есть где можно с семьей прийти и посмотреть, пофотографироваться. Думаю, что это вот такая интересная площадка. И на нее каждый попадает, потому что к вечному огню, как правило, идут все наши горожане. Это у памятника Степана Халтурина? Да, да, да. Это сквер борцов революции у памятника Степана Халтурина. Можно будет накануне Алексея Андреева пригласить, поподробнее еще про эту площадку с ним поговорить. Он отвечает за это. Витошкина Надежда Анатольевна. Да, это начальник отдела по делам молодежи города Кирова. Что еще добавить из очень интересного? Значит, как у нас очень активны всегда общественные организации, историко-крывический клуб «Мир», который всем знаком. В этом году по ходу шествия, когда колонна идет у центральной гостиницы, прямо на ступеньках, сделал такую интерактивную площадку. На солнечной поляночке называется «Огромные буквы Победа». Вы знаете, их буквы уникальные. Азбуковятская. И плюс к этому, естественно, возможность под стилизованным, одетый молодой человек, можно под гармонию попеть с ним песню и так далее. То есть я думаю, что ребята сделают это очень качественно. На самой театральной площади, когда шествие уйдет, у нас очень большие программы. Сразу же с 12 часов начинаются мероприятия, концерт детский. То есть детские творческие коллективы в течение всего года, естественно, готовятся к этому мероприятию. И свой концерт они нам подарят как раз в это время. Затем концерт Вятского симфонического оркестра. Это по огромной просьбе наших горожан, которые не всегда могут... Ну, оркестр выступает всегда в помещениях каких-то камерных. И огромная просьба всегда бывает показать это всем. И оркестр будет выступать. Я думаю, что это будет такое уникальное зрелище. Наши лучшие солисты будут с ним петь, с этим оркестром, конечно, песни военных лет. Также любимый горожанами ансамбль песни и пляски казаки-вятки. И танцевальный флешмоб в 6 часов вечера после войны. Мне кажется, это будет интересно, поскольку тоже по заявкам горожан. Вы все знаете наш проект «Поющий город», где в рамках вот уже третий год люди разных профессий, врачи, учителя, студенты, слесарь, полицейский. Все поют в едином хоре и делают уникальные программы, на мой взгляд, очень высокого уровня. Люди любят петь, но это не их профессия, то есть не профессиональные. И это очень здорово. В этом году просто было предложение сделать что-то подобное, только танцевальное. И у нас также историко-кровеческий клуб «Мир» и клуб «Ювента» вышли с предложением сделать вот такой флешмоб для всех танцевальных. Каждое воскресенье в 6 часов вечера, вот уже вторую неделю, идут репетиции. Все желающие могут прийти на театральную площадь, поучаствовать в этой репетиции, изучить какие-то простые движения, которые вот как раз 9 мая на театральной площади все мы и сможем увидеть. То есть у Мира какой-то будет флешмоб? Да, конечно. Конечно, обязательно. И каждый горожанин может принять участие. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И после этого у нас гала-концерт лауреатов 10-го открытого конкурса «Вославу России». Это уникальные певцы, которые со всей Кировской области участвуют в конкурсе. Большинство из них в дальнейшем едут учиться этому ремеслу в большие города. И лучшие голоса как раз вот и будут радовать наших горожан. Плюс уникальный наш оркестр «Северная звезда» закончится все фейерверком. Во сколько? 22 часа. А где нынешний фейерверк будет проводить? Фейерверк будет в сквере. То есть 6 часов сквер будет оцеплен сам для того, чтобы возможно там разместить. На театральной площади? Да, да, да. Конечно. На театральной площади. И все могут увидеть этот фейерверк. Значит, я хотела бы еще рассказать о мероприятии, которое в том году мы сделали. И очень понравилось горожанам. 9 мая. Да, да, да. Вкус победы. Фестиваль ведущих кафе города. Было как-то раз с кашей, я помню. Вот там прямо на набережной точно так же будут выставлены палатки. И предприниматели, и кафе, которые готовятся к этому мероприятию, готовят в том числе и блюда тех лет. И делают меню в соответствии с военным временем, послевоенным временем. Я думаю, что это тоже горожанам очень понравится. А много предприятий заявилось уже? Да, более 10 было на той неделе. Я думаю, что может быть будет и больше. А где они будут на набережной располагаться? От Феодоровской церкви в сторону памятника Александру Грину. Вот здесь, в этом месте, будут расположены как раз наши палатки. Это интересно, да? Из нового, я думаю, что тоже будет интересно, наш новый партнер. Это Вахруши Литобувь. Интерактивную площадку делают в кирзовых сапогах до Берлина. Это и наполнение визуальное, то есть где можно будет сфотографироваться. И все творческие номера, конечно, в кирзовых сапогах, то есть как и было тогда в военное время. То есть это будет что-то типа концерта или каким образом? И концерта, и интерактива, и флешмоба, и включение людей обязательно в эту программу. И это будет тоже на набережной Грина. Только с другой стороны, площадка у Верной лестницы начнется все с 12 часов до 6 будет. Я думаю, тоже будет не безинтересно нашим горожанам это посмотреть. А в вечернее время набережная и Александровский сад как-то задействованы? Все площадки будут работать почти до самого конца и до самого окончания мероприятий. Но по практике всегда уже где-то к 8 вечера все горожане стекаются на театральную площадь. Фейерверк. Да, на фейерверк и на программу, которая на сегодняшний день уже сформирована и понятна. Праздничный троллейбус, троллейбус Победы будет курсировать по нашему городу. Немного с измененным маршрутом, потому как мы в этом троллейбусе будем говорить о Кирове как о городе трудовой славы. Много предприятий, которые мы будем проезжать. Там экскурсовод, который рассказывает, то есть можно сесть в троллейбус, поехать, выйти из троллейбуса, кто-то зайдет и так далее. То есть послушать об истории нашего города. Маршрут примерно, где он будет ходить? Маршрут примерно от троллейбуса Пятерки. Пятерки, понятно. Ленина, Октябрьский. А что, он там тоже платный? Нет, троллейбус бесплатный. Бесплатный, троллейбус Победы бесплатный. Конечно, каждый год мы его делаем, но впервые мы его наполнили содержанием такой туристическо-познавательным, историко-познавательным. А ведь что-то, наверное, будет и в сквере трудовой славы, раз уж мы заговорили об этом, или нет? Ничего не намечается. Мероприятия будут, без сомнения. У каждого района, как я уже сказала, огромное количество мероприятий. Можем с вами посмотреть. Например, у Октябрьского района торжественный митинг. Будет какое-то, скорее всего, возложение цветов. Это тоже есть на сайте администрации. Во всех мемориальных зонах. Но, во-первых, кроме того, что мы говорим с вами о мероприятиях, понятно, что в рамках постановления вторая часть, огромная часть всего, это мероприятие связано с уборкой нашего города. И, в первую очередь, конечно, мемориальных зон. Парк Победы тоже. Да, без сомнения, Парк Победы. Мы хотели, конечно, с Сашей рассказать и о дальнейших мероприятиях в мае и июне месяце. Но, Саша, уже вот нет. Я думаю, в новостях мы расскажем об этом. Да, но мы в любом случае пригласим еще, потому что, наконец, в мае множество мероприятий запланировано. Не забывайте, что 12 июня день города, да, и не только. Много будет мероприятий, но об этом тогда уже поподробнее попозже. Майские праздники, спрашивали мы вас, где вы проведете, в городе, на даче, на работе, дома, либо за пределами региона. Все так же большинство вариантов дома, на даче, в городе и за пределами региона порядка 10-11%. Ну вот специально, special for you, Саша. Теперь на вопрос, вернее, ответ в городе выбирают у меня уже точно 47%, вот это же железно. Плюс на работе 13%, плюс дома 13%. Вот практически все. Есть куда сходить, на что посмотреть, где отдохнуть, в праздники, в грядущие. Говорили мы об этом с заместителем главы администрации города Светланы Шумайловой. Светлана Витальевна, спасибо большое. На этом дневной разворот завершается. Светлана Занько. Александр Асохин. А я через 20 минут здесь в программе «Особое мнение», где будет докладывать свое особое мнение Сетихин Константин. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok